Киевский соцгород Днепростроя в Запорожье В Киеве таких крупных строек, чтобы Ради одного завода строить соцгород Не оказалось, хотя говорили О соцгороде на Нивках при Станкострое В итоге решили строить соцгород Дарница Где создается новая крупная промзона И под нее создается Целый соцгород Впервые об этом заговорили еще в 36-м году И еще в предвоенное время Началось строительство нескольких домов Часть из которых сохранилось несколько Было разрушено во время войны А вот дом, вдоль которого Я сейчас в ютубе, был недостроен И окончательно сдан только в 54-м году Вот на момент начала войны Здесь было готово Два этажа, не могу сказать, насколько Это будет видно по кладке, но Суть в том, что дом уже отбрасывал тень Но эта тень была не очень большая Интересно и другое, дом стоит совершенно не по структуре Не по линии квартала А это значит, что это дом От другой пространственной структуры Ведь до военном Сусгороде в центре Планировался большой парк И этого парка не было в итоге Структура квартала после войны была изменена А уже построенные дома имели структуру Вот справа от нас должен был начинаться этот парк И ворота в парк должны были проходить между вот этим выступом дома И вот этим выступом дома должна была проходить колонна Которая отделяла внутриквартальное пространство От парка, который находился там Это объясняет еще одну особенность дома Который имеет шпиль, находясь внутри квартала Так не должно быть Это нелогично с точки зрения пространства Но это объясняется, если мы понимаем, что это дом от другого пространства И за ним должно было быть большое зеленое пространство парка На которое и он выходил своим шпилем Что было сверху на шпиле Это одна из отдельных тем Несколько разных версий было озвучено Кто-то говорил о звезде, кто-то говорил об ананасе Кто-то говорил о земном шаре Я слышал минимум три версии Потом один из людей, который помнил то, что было наверху Нарисовал его по памяти Это оказалась такая вот декоративная конструкция Которая и не ананас, и не звезда, и не земной шар На улице Попудренко сохранилось два довоенных дома Оба трехэтажные И оба построены по проекту архитектора Холостенко Что интересно, мне удалось найти записку в прессе Довоенных И там четко сказана фраза, которую нужно просто процитировать Два дома строятся по одному проекту Но в результате они не похожи ни друг на друга, ни на проект Это действительно так Два дома действительно имеют общую длину Оба трехэтажные Но визуально в деталях и в оформлении они отличаются Они отличаются своими торцами Они отличаются оформлением этих торцов Они отличаются оформлением балконов Они развернуты разными сторонами Один из них, как мы видим, одного цвета, другой другого цвета Они всем отличаются и отличаются от проекта Потому что в проекте планировалось, что там будут проходы Будут арки, ведь дома очень длинные И в результате вместо этих проходов Здесь была увеличена жилплощадь квартир Такие вот интересные случаи Дома были повреждены время войны, после войны восстановлены Это очень редкий случай, поскольку еще несколько домов Которые были повреждены в 43-м году Были разобраны в начале 50-х И сейчас на их месте дома на углу улицы Попудренко И улицы Строителей Значит, на бульваре Верховной Рады Есть один довоенный дом Номер 13, если не ошибаюсь Вот он у нас перед нами Он интересен чем? Во-первых, вот у него главный фасад Выходит не на бульвар И не на улицу Строителей Он как бы стоит во второй линии застройки Ну, это нам-то кажется, что он стоит во второй линии застройки Вот, на самом деле Предполагалось, что это будет его главный фасад А перед ним будет зеленая зона, большая зеленая зона То есть, это не дом, который по непонятной причине поставлен главным фасадом не туда Это просто, скажем так Остальное пространство изменилось относительно изначальных его планов Что тут интересно? Во-первых, это один из немногих довоенных домов соцгорода В 41-м году он уже был То есть, он где-то построен, где-то в 40-м И что у нас еще интересного здесь? Это то, что вот его пятиэтажные части Мы видим такой трапециевидный фронтон Который отсылает нас к архитектуре украинского модерна То есть, это один из нескольких домов конца 30-х годов в Киеве Где мы видим отсылки к украинскому модерну Таких домов в Киеве всего несколько И они относятся к концу 30-х годов Один из них на левом берегу Дом с башней Это проект архитектора Шила Который был составлен еще в 47-м или 48-м году И он вообще составлен был для новой дарницы Но в результате на новой дарнице ни одного такого дома не построено Вместо этого два таких дома построено в соцгороде Еще мы имеем такие дома на правом берегу На Приорке, в Голосевском районе И этот проект не только в Киеве Я видел даже один такой дом в Горловке Что интересно? Три этажа и четыре этажа Крайняя секция, на которой мы видим здесь башню Но башня есть только на этом доме Вообще башни на домах Это очень интересное сочетание композиции и функций Потому что эти башни не ставились просто так И вообще в оригинальном проекте этих башней нету Эту башню сюда вставили Потом мы видим, что она здесь не очень родная Не очень похожая на этот дом И эти башни ставились с целью наблюдения за окружающей местностью За пожарами, в случае авианалетов Нужно было понимать, куда отправлять спасательные бригады Предполагалось, что там сидит человек с телефоном, который звонит, куда ехать Поэтому обзор здесь 360 градусов Дальше улица строителей застраивается симметричными композициями При том, что эти дома типовые То есть эти дома, узнаваемые по таким трапециевидным эркерам Это типовой проект архитектора Мейерсона 228 серии Вот мы видим два таких дома Формируют композицию А между ними в глубине ансамбля в Курданьоре Находится общежитие, построенное по проекту архитекторки Людмилы Шкарубы И общежитие это интересно тем, что в нем есть мансарды И эти мансарды не надстроены потом Эти мансарды изначальны, то есть это аутентичная часть проекта Когда над трехэтажным домом сооружаются мансарды с самого начала Такого очень мало Но, тем не менее, этот проект встречается не только в этом месте, в Киеве Он встречается в других местах В том числе на улице Бачука на Печерске И, если не ошибаюсь, на улице Маккейна Ансамбли могут быть большими и маленькими Причем малые ансамбли могут быть частью больших В начале 50-х архитектор Фельбейн проектирует часть квартала на улице Строителей Которая состоит из трех домов Как видим, два дома стоят по красной линии Центральный дом стоит в Курданьоре Как мы видим, это часть единой композиции Но что интересно В оригинальном проекте застройки улицы, которая еще тогда имела номер, а не имя Планировалось немножко по-другому Планировалось, что у центрального дома центральная часть будет выше А боковые части будут иметь всего три этажа Чтобы подчеркивать его симметрию композиции Но практика говорит о том, что жилья нужно больше И поэтому, чтобы получить больше квартир, весь дом был сделан четырехэтажным Как и два боковых И в итоге мы имеем такой ансамбль из трех четырехэтажных домов Самый крупный из ансамблей на Сосгороде Это вот этот квартал, в котором даже боковые дома подчиняются центральному дому в плане их этажности Мы видим, что пятиэтажные дома в крайней секции становятся четырехэтажными Чтобы подчеркнуть доминирующую роль дома в Курданьоре Таких домов здесь построено три Четвертый дом такого проекта находится в Новой Дарнице Он был надстроен изначально пятиэтажный, стал восьмиэтажным Был надстроен фронтон Это произошло где-то в 2006 году Тем не менее, в основной своей архитектуре дом сохранил стилистику И даже в надстроенной части не сильно это искажает Это были прогулки по Киеву с Семеном Широчиным И сегодня мы гуляли по Сосгороду Субтитры создавал DimaTorzok